Девушки отдыхают Нужна такая победа А тем более такой проигрыш Мы сейчас это проверим Почему ко мне парень премёрки клеится Ты понял, что сказал вообще? Хочешь, набью прямо здесь, без перчатки? Хочешь? Да успокойно Попробуй Кто же победит? Узнаем на ПВП-арене Всем огромные респекты Это ПВП-арена И сегодня вас ждёт самая настоящая бомба Во-первых, Даша, я очень рад, что я тебя увидел Потому что столько смотрел всего Так хотел вживую тебя увидеть И могу сказать тебе одно Получилось очень красиво Аплодисменты Прямо сейчас вы услышите представление Которое придумали наши оппоненты Друг для друга Итак, внимание Стримерша Тиктокерша Обладательница самых крутых распальцовок А кто не согласен Тот обобус Даша Корейко Приветствуем Человек, которого мастера маникюра Называют кормилицей Карина Аракелян Ты совсем недавно Отсюда убегала В слезах В слезах И ты здесь Боже мой, чудовище тут Я не ожидала Я могу в свою большую жопу идти Я номер один Я всегда буду идти первая И смотреть назад И видеть Карину Аракелян Я не ожидала, что так получится Когда я сидела Очень сильно переживала И еще сыграло Что я пришла одна Я убежала в туалет Ты специально так и сделала У тебя был хитрый план Потому что после этого Это не план Это не план Я пришла одна Просто потому что Я не надеялась Как-то, знаешь Выиграть в бою Я пришла поговорить с человеком Потому что он меня избегал Ты понимаешь Сколько людей После этого захотели Дать Кате Голышевой По морде Ты вообще представляешь Количество Теперь это не одна Это люди Которые тоже Очень сильно хотят Увидеть Катю Голышеву Нет, это круто Это круто Я считаю, что это правильно Правильно На сто процентов правильно Но ты вдохнула вообще Что-то изменилось После этого Что вообще Что заставило вдохнуть И побороть страх И придти сюда еще раз Я не знаю Просто я тогда Очень сильно переживала Из-за того, что Это человек Который, наверное Вел себя точно так же Как те люди Которые на тот момент Вот когда я училась В школе Когда я начинала снимать Контент какой-то Ютуб Все вели себя точно так же Как Катя Голышева Знаешь, как второклассники Которые пытаются Как там они Ну вот такое вот поведение Как называется Когда в школе тебя гнобят Буллинг Буллинг Это был чистый буллинг Я после выпуска Стала абсолютно другим человеком Потому что для меня Это был переломный момент Максимально Я вот каждому человеку Который спрашивал меня Про бой с Катей Отвечала так Что Когда я приходила Сиделась на диванчике Чувствовала вот этот Буллинг С учетом того Что у меня еще было Полное отсутствие поддержки Тебя трясло? Меня трясло Это было видно Я пыталась сдержаться Но у меня не получалось И когда я поняла Что человек переходит На личности Меня могли засерать Знаешь за что? У тебя хреновые видео У тебя ничего не получится В ютубе У тебя ничего не получится В твоей карьере Но никогда не переходили На личности Кстати, а можно я подмечу? Я видел Это говорили Самое главное Что люди Которые вообще Не имеют ничего Какой-то там У них чел был Которого выгнали Он сейчас шляется Непонятно с кем Пытается ко всем присосаться Ты кто? Ты сидишь Говоришь что-то про ютуб Про просмотры Ребят, я прошу Я прошу Отдельные аплодисменты Для моего любимчика Хеми Вот И типа Спасибо И то, что сделала Карина Ну, в плане даже цифр Все блогеры Такая чистая И то, что сделали Допустим, те люди Которые сидели здесь Ну, типа Она в совокупности Имеет больше Чем они тут все вместе Поэтому как бы Вообще не спорю Вообще не спорю Все по факту Особенно с тобой Ты знаешь Я теперь Спокойный Нетоксичный Уравновешенный Человек Но что касается Даши Я гарантировать не могу Даши Да Что Взяло И подвинуло тебя Сюда прийти Ты готова? Да, я готова В принципе Мне кажется Я не такой уж Дуванщик Потому что Ну, типа Я бью Я сильно бью Да Тебе вообще Приходилось Бить А почему Ты говоришь Я бью Ты смотришь Нахильнее Ну, мы деремся Часто Поэтому Это Ты его так Что у него Рука перемотная Нет Я знаете Я знаете Я знаете Представил Когда В детстве Знаете Реслинг И вы такие На кровати Ну, она любит Кстати Прыгать С кровати И вот так Ну, бывают Просто моменты Когда я взрываюсь И могу с ноги ударить Или еще что У нас нельзя Бить ногами Во-первых Но хотелось бы Каких-то подробностей Хотелось бы Грязных подробностей Есть такие? Вот, например Например, когда ты сорвалась И что ты сделал Я знаю, что сделал последнее Я вот так взял И телефон погнул А потом посмотрел Сколько стоит айфон И так расстроился А теперь ты расскажи Когда ты последнее сорвалась И дала Ну, последний раз Я сорвалась И я ему не давала Я просто кинула Телефон Об стенку А последний раз Когда ситуация с ним Ногой Я ногой ударила В спину Да, ногой в спину Есть такое Ну, есть видео даже Так мы только начали Вот видите Она дымит Это плечо свое Поднимает Что делаешь Ты что думаешь Что ли Там было сильно Ребята Если ваши отношения Не такие Это не отношения А я знаю Это просто Как бы Я просто со стороны Надо быть Дружеские отношения Подожди Отношения дружеские А я учусь у тебя Ты слушаешь Я спокоен Я не токсичен Отношения могут быть разные Я просто сегодня Я подспокойнее Потому что С выпуском С ладосом Когда все думали Что я на него нападаю И меня взбесили комменты Что я никому не давал говорить Перебивал И вот Меня разложили Типа А я ничего не смог даже сказать Разложил я Все по фактам Надавал лещей Человек психологически Пытался защищаться Своей улыбкой Я как взрослый человек Я подмечу В этом выпуске Общаюсь я Ну Очень много людей Через меня проходит Да Как бы Через мои руки Через мое общение И через ноги Через все У меня было Три тысячи свиданий Камон Сколько Вот за промежуток Пока не было Нет Вообще За всю жизнь Это за мою жизнь Все Ну черт возьми Ребята Типа Я к тому Что Сидел чел И в итоге То что я пытался донести Я донес Но люди не хотят Слышать правду Воспринимать правду И что я говорил Что человек ходит по головам Так и случилось Владос Мирос Отказался от боя Взяв за это деньги Верни деньги Вопросов не будет Либо выходи на бой И мы будем драться Слушай Вот Давай Я может быть был неправ И так далее Но скажу тебе так Ты Выглядел хреново Ты выглядел Так что Как затравленный Человек У которого Трясы Который пришел Говорить по факту Сейчас Ты супер В комфортной обстановке Потому что я собранный А тогда ты был не собранный Ему надо садиться Извини жопы На хрен Срать А может на тебя нет Нет вещи Которые он делает Просто многого Вы не знаете Ну типа Камон Люди к этому Человек улыбается Он такой весь классный Да его позитив Да человек Такие гадости делает Что люди Он вообще Подсаживает Страшные вещи Я дружу Я дружу с Владом Три года Нет смотри Я дружу с его подругой Которую он подсадил Друг подруга Ребята Внимание сейчас Дочка за которой Нужно будет следить Я дружу с его подругой А то есть ты считаешь Что это считается подругой Которая сливает Что-то про него Нет Она не сливает Я видел их общение В период там В 6-7 лет Где-то Я наблюдал за ними Как он ее использовал В итоге он ее выкинул И в итоге там Она вообще подсела По факту Он ее не взял за собой Хотя они начинали вместе И ты как друг Ты говоришь Я дружу Так возьми Что ты забываешь Тем с кем ты поднимался Чувак Ты ж такой А что забываешь Что я и друзей Кидаешь их В самый тяжелый момент Что умеет делать Хилме Знаете что Это то Что в абсолютно Любой ситуации В абсолютно любых боях Он умеет быть В центре внимания И это правда Даша Вот смотри Ты прошла Нелегкий путь К тому Как бы ты Визуализировала себя И хотела выглядеть А теперь представь Что Ты выходишь на ринг И получаешь Перчатки по лицу Ты знаешь Что это такое Ты вообще готова Я не боюсь этого Гавар Мы же Дома Точно А я думал Что у Даши Только не плясу Нет Знаешь что У Даши Удар сильнее Чем у любой Здесь девушки У нас будет Силомер И мы проверим И мы проверим Но Я замечаю Что У тебя Потрясываются руки Я просто Не люблю съемки Твоя работа Это съемки Это неправда Нет Мне комфортно Только тогда Когда я одна Дома одна Да Ты выходишь на победу Я безусловно Выиграю Я знаю это Что Нет Она в прошлый раз Так же говорила Голышева орала Тогда что я выиграю Я понимала Что своим моральным состоянием Я не смогу Как-то знаешь Преодолеть Вот эти вот Преграды В плане перчаток Вот этих вот Вот этой вот Обстановки Когда все орут Катя 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 Как ты будешь Габар Можно скажу Тут даже уже Знаешь Дело не то Что кричат там Катя Катя А дело в том Что она посадила Еще двух типов С собой Причем Два из них Нет Одни два И один из них Нападал на Карину Если бы я сидела В этот момент С Кариной Я бы ему прям Влетела в лицо С ноги Я тебе честное слово Жалко что тебя не было В этот момент Я думаю Я думаю На самом деле Просто представьте Это один из первых выпусков И он красная линия До сих пор идет И я думаю Тебе нужно собрать Тоже все яйца в кулак Они собраны уже Наверное Ну Сколько времени прошло После выпуска Месяца три Четыре Четыре Ну вот После этого Я проходила на бокс Месяца три Четыре У меня появилась мотивация То есть После того Как ты Уничтожишь Дашу Ты готова Кинуть вызов Кате Готова Еще разок Аплодисменты Ребята Вот это Катя Кабар Я обратил внимание Простите Я быстро скажу Катя Голуш Уже больше ни с кем Не соглашается Выходить после боя С Кариной И никто ее не может Вытянуть И я уверен Что не вытянуть Ее Ну как сказала мне Катя Наверное Это инсайдерская информация Я Внимание Тишина Я с ней виделась Лично мы были В одной гримерке Я говорю Катюш Я говорю Давай сядем за стол Переговоров с тобой Я говорю Бой когда будет Я говорю Ну что ты мне не отвечаешь Пять миллионов заплатят Ну вот Я хотел сказать Либо большая сумма должна Либо Я говорю Иди возьми кредит Ребят За пять миллионов Вот и все Иди кредит возьми На самом деле Ну я не ожидала Что я конечно Буду с Кариной Я хотела Очень бой С луной ком Так А она что? Ну она Должна отвечать За свои слова И в принципе Следить за своим языком Это человек На самом деле Талант Это очень Умная девочка Очень хитрая Она вылезет Я не знаю Из всего Наверное Она вылезет Из канавы Где будет очень много Змея на конт Короче Это какие-то были Прямые оскорбления? Конечно Давайте Давайте Я же тогда Озвучивал Почему человек Сидит и говорит Что Даша Продает свои Интимные фотки В сторис За семь рублей Каждое шоу Ходит и говорит Почему я это не слышу? Ребят Ну семь рублей Это полный Это бред А сколько реально стоит? Даш Давай как-то Официально Подытожим эту историю И кинем вызов Лунаком Давайте Лунаком Выходи Если не ссышь Что она на стриме сказала? Аплодисмента А нет Я ее называю Лунаком Тендерли баба Ну Короче У них был стрим Я зашла просто на стрим У Жожа был вроде Они играли в этот В крокодила Или как это Я не понял Таблички на лбу И они угадывают Ей задают вопрос Это есть у Даши корейки? Она спрашивает Есть у Даши корейки? Ей говорят Ну да И она сразу такая Аплодисменты Ну Ну не мразь ли Давайте подольем масло в огонь И послушаем Вопросы Из зала Аплодисменты Всем привет У меня вопрос к Карине Карин После боя с Катей Голышевой Ты и куча павликов Начали Обвинять зрителей Которые были на съемках В том Что они подсадны Но я там была И там никого не подкупали Как ты думаешь Нормально ли так Обвинять Ваших подписчиков Я считаю Что да Это абсолютно нормально Ну так они же Не были подставными Ну возможно Они не были подставными Но реально Со стороны Это выглядело так Ко мне подходил Каждый человек Который после боя Там допустим Хотел как-то Меня поддержать Ну серьезно Вот допустим Ты же смотрела бой Я к тебе подходила И тебя поддерживаю Да Да Вот Понимаешь Но все равно Перед этим Половина практической аудитории Ни одного Практического вопроса Не было в пользу меня Вопросы типа Знаешь Я вот вопрос От которого Я просто выпала Сидела Тут в шоке Может быть Тебя просто больше задело Оскорбления были И подрискать Согласись Да нет Я говорю именно так Как у меня внутри Там например Был вопрос Я помню Почему там у тебя нет парня Ты такая злая Из-за этого И так далее Там было просто Ты была тоже Сконцелирована на себе Про парня Да Возможно Но я зашла сегодня Вот перед боем Еще в комментарии Вспомнила Так сказать Были времена Вообще Как это все происходило Самый популярный Комментарий Который набрал 9 тысяч лайков Это блин Мне так стыдно За аудиторию Которая я сидела И задавала Какие-то подставные вопросы Я думаю Так почему Я еще раз пересмотрела Реально В пользу меня Ни одного Практический вопрос Не было Знаешь Вот вопрос Опять же Вот с чего я начала говорить Который меня очень сильно Как-то ну вот прям Внутри Такой диссонанс У меня происходил Типа Карин У тебя ютуб упал Че посоветуешь Кате Голышев Чтоб она поднялась А ты так же на дне Ну у тебя просмотры Просто какие-то ужасные Что ты и делала Понимаешь Вот даже это Это тебя лично подцепило Подцепило Да Подцепило Подцепило И ты даже не замечала В то время Когда ей были обидные Орсы Ей было насрать Но сейчас я верю Совершенно другого человека Вот честно Ты сейчас спокойно Рассудительно Я максимально Слушай Итак Следующий Вопрос из зала Ребят Всем привет Даша Привет Ну вот мы и встретились Я надеюсь У нас До ринга не дойдет Но я хочу тебе Один вопрос задать Давай Когда я начинала Вести свои соцсети Я купила у тебя Рекламу в тиктоке И меня кинули на бабки Скажи Это было примерно Пару лет назад Если нужно Я могу все пруфы показать Пару лет назад Да Все пруфы Есть у меня Вот это месиво Обожаю Хилми давай Хилми давай Пару лет назад Ты купила у меня рекламу За 2000 рублей Я покупала у тебя Рекламу за 5000 рублей Слушай Я даже этого не помню Еще Что ты сказала Я понимаю У тебя был менеджер У меня есть все пруфы Опять же Я могу показать Там номер твоей карты Есть Который ты указывал На стримах Навряд ли Рандомный человек Указывал бы номер Твоей карты Смотри Я Даша Что там указано Другое имя Ничего не знаю Карин Ты называла на прошлой конференции Катю Голышеву Бегемотиком Сейчас она очень сильно похудела Не злит тебя это? Она похудела? Да А в каком месте Она похудела? Правда Нет Она не похудела Похудела Я честно говоря подписываю Я видела Ну в паре пабликов Да Что она похудела Ну вхуднула Не вожуха реально Конкретная Я не могу похудеть У меня сейчас не получается В связи с Какими-то Психологическими моментами Внутри Потому что я два года была На похудении На каких-то вот этих вот Жестких ограничениях И сейчас в связи с тем Что я боюсь к этому вернуться У меня не получается И я сейчас очень сильно Полюбила себя В плане того Какая я есть Я могу Ну чувствовать Возможно себя как-то В каких-то моментах Немножко замкнута Потому что Ну я стала Ну я стала Два раза шире Серьезно Ну по сравнению с тем Что было Потому что я поправилась Уже получается Вот Катя в тот раз Говорила на 15 килограмм Уже на 23 Вот Ну да Вот многие опять же Да из зала говорят Незаметно Многие говорят незаметно Вот Но Нет мне не обидно Я считаю Что если человек Действительно собой занимается Я заметила Что Катя реально притихла В социальных сетях Ничего не выкладывает Я думаю Что скоро она ворвется Кстати говоря Знаешь Как это вот Прямо все Я подписан Я слежу Я жду Мне нравится Я не слежу К большому счастью Но я думаю Что будет прям реально Какой-то взрыв Бешеный Прикольный Что я смогу увидеть Это через паблики Вот Нет мне не обидно Ни в коем случае Потому что Ну вот Все что касается Именно похудения Работы над собой Это действительно Очень правильно Это круто Прикольно Когда человек Вот прям Пытается проявить Какое-то уважение К себе Есть люди Которые прям подходят Себя не узнают В зеркало Им это не нравится У меня было такое Поэтому я считаю Что если вот прям Катя занялась этим Это очень круто Это правильно Прям вот в этом Она молодец Нет у меня нет Никакой зависти У меня в этом плане Ну нет Это круто Это реально круто Я считаю Что это прям Йоусь ваке Всем привет Вопрос для Карины Карина Ты обещала Отдать тебе пару месяцев Для раскрутки Твоего ютуб канала В итоге Единственное видео Которое у тебя залетело Это видео про бой С Катей Голшевой А последнее видео Вышло больше месяца назад Ты поняла Что ютуб Это не твое Я потеряла мотивацию Абсолютно Я не знаю Как Ну с чем это связано Абсолютно Никак это не Взаимосвязано С боем Никак Просто я Во-первых У меня очень много В жизни перемен Сейчас у меня Расставание с молодым человеком С которым я была Больше двух лет Я переехала Жить одна От родителей Хотя до 18 лет Я жила С родителями С семьей Я постоянно Ну была В каком-то окружении В какой-то поддержке У меня был Вот прям Переломный момент В жизни Когда у меня Не было абсолютно Вот именно Кстати вот После боя где-то У меня не было друзей Абсолютно Да это неправда Нет это правда Ютуб даже показывает Что Как твоя жизнь Менялась У тебя были и друзья Показывает Это было все Нет я не могу сказать Ты пишешь про мотивацию А разве Наша работа Не снимать контент Для наших зрителей Работа Разве не наши зрители Нас мотивируют Работа Зрители ждут Правда ждут Очень сильно ждут У меня очень Прям вот много сообщений В директе Карина куда-то пропала Но я понимаю Что вот Внутри у меня Какое-то вот Ну Не знаю Какое-то прям Но ты не думаешь Что это Ну немного Эгоистично С твоей стороны Такая работа Эгоистично Безусловно Ты выбрала такую Ты выбрала такую историю Твоя жизнь На показ Да Ломаешь ногти На показ Дерешься На показ На показ И живешь так же И живу на показ Поэтому мотивация Что мне показывает Мотивация Раньше я мотивировала Зрителей Я показывала всем Какая я вот прям Офигенная Ходила по магазинам Я гуляла с сестрой Сестра выросла Сестра была ребеночком Прям маленьким Такой прям Пышечкой Адуванчиком Красоткой Сейчас она уже Старше меня выглядит Она вытянулась Она учится Она ходит в театральную школу Хотя раньше Я снимала в основном Контент с сестрой Хорошо Убираем сестру Я снимала контент Где показывала свою жизнь Но если у меня внутри Прям вот ну реально Ну пусто Что мне показывать Здравствуйте аудитория Раньше я вас мотивировала А сейчас что То есть получается Сейчас Это прямо жесткое одиночество Тихо Да Да Слушай подожди Я смотрю на тебя И ты так хочешь заплакать Но не можешь Ты прямо себе Прям какую-то тему подбираешь И пытаешься Это вывести Себе Нет Просто раз вопрос Пошел Мне одному это кажется Или Ну она Любит хайп ловить Давай вот Хайпожорка Мы тут все за этим Ну нет Мой совет Кстати Если она потеряла себя Пускай она вернется к семье Это самые близкие ее люди И все-таки посмотри На Самую известную Богатую блогершу Чарли Она до сих пор Со своей семьей Живет Снимает контент Да С Дикси Со своей мамой Папой И просто Самая прекрасная девочка На всей земле Ну Если обсуждать Чарли Нет Вернись к семье И найди себя опять И у тебя появится желание Снимать Работать И жить дальше Но я думаю Что у меня есть желание Работать У меня есть желание Снимать Сейчас ты говоришь Что ты пустая Хилми А сколько стоит Твоя консультация Как психолога Да Ой слушай Мы будем скидывать Сарина Я не даю Консультации Очень дорого Либо не даю Только своим друзьям А мы с тобой друзья Между прочим Нет Ты гомофоб Ответ Итак Следующий вопрос Прости Относится к Амирке Или к Волику Именно Который сегодня Получил Вот Даже к девочкам Даже к девочкам Относится Я часто встречаюсь В принципе С парнями С Ваней С Ваней у нас В принципе Почти ничего не было А почти Это вот где Начинается Ну Я не могу Конечно Все говорить Это все-таки Личная жизнь Ни одной грязной Подробности не будет Ну мы общали Ну просто Что-нибудь вкинь Секс был? Ну Ну было что-то у тебя Да явно там Нет Ну у нас был Такой поцелуй Просто вот Это Ну типа Даже ничего не значит И поэтому Мы даже и не общались Практически Как к мужчине Как ты к нему? Ну Он хороший Он добрый очень Но не привлекает Если вам Ваша женщина Говорит такие слова Все плохо Он хороший Он добрый Нет Но не привлекательный Как для меня В сексуальном плане Не привлекательный Мне нравятся Немножко другие Высокие Кудрявые парни Кстати Я просто постригся Я бьюсь Круто У меня много парней У меня много парней Очень много Даш Ты такая спокойная Тихая Но скандалы Которые Вокруг тебя Связаны Так или иначе Еще и с Хилми Не думаешь ли Что он как-то Влияет на тебя Плохо? Ну Кто тебе сказал Что я спокойная Тихая Я умею себя Преподносить так Когда мне нужно Я спокойная Когда еще что-то Я хочу Прям на скандалы Хочу хайп У меня разные Бывают настроения Поэтому Хилми здесь Вообще ни при чем Мы очень Похожие И мне кажется Слишком даже Похожие Характерами Всем Не знаю Нам это нравится Даже те самые Скандалы Которые были Там Про перцовку Самая любимая Которую всегда Спрашивают Это было круто По поводу скандала Вот с Амиркой Вот ему Сможете В глаза сказать Например Мы встречались Вот здесь Просто вот Это что-то Вот такое Не знаю Мерзкое Это он Создание Нет Он просто Ну просто Школьница Которая высирает То что Почему сейчас Гендер так перескочил Я теперь контролирую Все это Для него Можно Он Мне сказал Он Меня задел Я могу назвать Его школьницей Потому что Он не следит За своим языком Пусть выходит На ринг Ладно Давайте послушаем Мнение Амира Давай Очки одела Очки сними Всем привет Слушайте Хочу узнать Мнение Даши И еще одного парня Почему Я прихожу В гримерку сейчас Слышу С собой Какие-то насмешки Ну понимаю То что Ко мне Какое-то странное Отношение Ты понял, что сказал Хочешь Да успокойся Подержите Убегаешь Просто я не знаю Я Давай Никому Слушай, ты Никому Ненужный персонаж Тогда почему Ты меня Осуждает Потому что Ты Я Никак Я тебе Ноги сейчас Он задал вопрос Он никак не оскорблял Он никак не оскорблял А теперь Рассказывай ситуацию Я увидел То Что нужно было Увидеть Если камеры Наши Это сняли Я видел Как Хилми Не думая Встал И пошел И я увидел Знаете что Амира Который Пошел Амира убежала Это факт Да Он испугался Нет Я не хочу Чтобы не обоялись Я не хочу А вы просто представьте На вас идет Хилми В топике Просто извини пожалуйста Извини пожалуйста Просто Амир Он меньше тебя Как бы И в возрасте Может тоже У меня сегодня Ну смотри Теперь я за Хилми Могу заступиться Смотри Ну если он меньше И у него бодрости Намного тоже меньше Но тогда надо Следить за своим языком Я же права Да Я права Получается Амир на него встал Вот из-за этого Как бы Не ну Я прошу прощения Ты говоришь Следить за языком Я смотрю на конференцию Прямо сейчас И слышу Как меня называют Что вот Амир А до этого Ты никак не оскорблял? До этого Ты никак не оскорблял? Стоп Мы где находимся? Девочка Которая не знает Это ПВП арена Говоришь Хилми показал Что может Схлестнетесь? Против Хилми А я не вижу 5 миллионов рублей А я не вижу 5 миллионов Ты кто? Нет Ты кто такая? Ноуны Габар Вся ситуация в том Что он заходит Начинает там Подписывать какие-то документы Я говорю Привет У тебя с кем бой Он говорит Ой мужики Там что-то И стал Нести Знаешь К нему Получается Без сом А тебе Жопой Я просто так понимаю Вы сказали Что вам не платят Гонорар И скорее всего Ты из-за того Что тебе не заплатили Деньги Пытаешься вытащить Из этого шоу Максимум Потому что Хотя бы что-то Ты можешь Оттуда унести Например Слушай Я хотя бы могу Вытаскивать шоу А ты что можешь Я в топе популярности На ПВП арене Извини У меня все Я первый раз Когда я даже Не хочу ничего говорить Потому что Получается К человеку лицом Подздоровались Нормально А он тебе начинает Ты что Кто в этой жизни Серьезно Карина будет сражаться С тобой Сражаться Неравный бой Неравный бой Типа против мужика Я скажу вам одно Ребята Типа что ты будешь Сражаться Против мужика Ребят 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 Лучше Уже Не будет Это ПВП арене Перед силомером Карина Сломала Все свои ногти Поехали Зеленая кнопка В прошлый раз Свой удар Равнялся 270 А сейчас 169 Аплодисменты Арина Арина Ты чего Аплодисменты Я расслабленная Время собраться Вот это я выкупаю В рост 474 Да будет Мясо Это было Максимально неожиданно Жесткое противостояние Кто бы мог подумать Кто же победит Узнаем на ПВП арене И так Мы продолжаем Прямо сейчас Нас ждет Вторая Пара Бойцов В прошлом бою Он проиграл Не только бой Но еще И конференцию Амир Встречаем Успешный Яркий Этими словами Можно описать Любого тиктокера Но он Ломает стереотипы Макс Браун Встречаем Это какая-то Максимально модная Тусовка На которую я попал Вот сейчас Да? Нет Да Ты знаешь Я на нет уже рифмовал В этой конференции Ребят В чем суть конфликта? Мне кажется Просветите Расскажите Мне нужны детали Ну в общем Конфликт начался Грубо говоря Не с моей стороны Я не хотел Выставлять это все На общее обозрение Как бы на аудиторию Конфликт начался Еще давным-давным-давно Ты знаешь Что до тиктока Не было таких Медийных персонажей По возрасту Как сейчас это идет То что там Даня Милохин Все В общем Не было школьников Которые были популярными Я Грубо говоря Вроде бы Как Насколько я помню Первый кто Разрезал Грубо говоря Ленточку В этот мир В плане Молодежи Молодежи Да И у меня В голове Устоялась такая позиция То что Я люблю Наблюдать за теми Кто сейчас Набирает аудиторию Именно Из подростков И некоторых блогеров Я не Любишь Не принимаю Вот И Макс Браун Это один из Тех блогеров Который Не особо Мне импонирует Просто Вот и все Конфликт начался Еще давным-давно Когда еще Мы у Амирана Сидели Я не дал ему Грубо говоря Сесть на диванчик И тогда все началось Можешь на коленки садись Давай я сюда саду Встречались на каких-то тусовках И не хотели контактировать Что ли И грубо говоря Как-то друг друга Токсичили Избегали Да И Макс захотел Мне что-то сейчас сказать Ну во-первых Да Мне в прошлом Когда мы были у Амирана Не понравилось Эту хуйку Которую он сделал Дальше у него были ситуации Когда Ну Марсиага Помнишь Конфликт с Марсиагой У вас был Когда ты Это какой долгий конфликт Ребята Напомню Что История с диваном 2019 год Злопамятные ребята Какие у нас сегодня Тогда я только пришел В тикток Начал снимать Думал Ну блин Первый раз я его встретил Тогда он мне поставил Конференция Я что-то тогда был Неопытный Думал Ну промолчу Забуду Он не забыл Дальше начал меня везде Еще что-то Потом начал моих друзей Заздевать С этим Под дверь На дверь Что? Кого я задевал? Зачем ты на сам Мне на дверь? Ого Наконец-то Нормальная Нормальная история Да Это было Это было Попробуй мне аргументировать То, что ты носал На мою дверь И закидал ее яйцами Смотри, я тебе объясняю Вы жили с Мартиаговой У тебя все было хорошо И ты сейчас пришла На это шоу Просто похайпиться У тебя нет никаких Личных вопросов Зачем ты носал На мою дверь? Я тебе не говорю Зачем я сюда пришла? Я не задавала вопрос Зачем я сюда пришла? Так ты же знаешь Что это была постанова Это был просто хайп Это была не постанова Не надо отмазываться Не надо отмазываться Что это была постанова Можно сделать любую Сказать, что это была постанова Какого х**а Ты обосал мою дверь Там было видно, что это был сок Какой сок Дверь воняла Покажу эту дверь И вы понюхайте его Закрой рот свой Я не с тобой разговариваю Я не с тобой разговариваю Захлопнись, прищелка Может ты захлопнешься Закрой свой рот Прищелка Ты не меня здесь пришел и гать А пришел и гать Прищел и гать Смотри Тихо Оф Себя офки Камеры не снимают Мой телефон Это Мартиага Я готов ее прямо сейчас набрать И спросить, был ли это хайп Или нет Давайте звонить Тишина полная Алло Привет, Марс Помнишь, у нас был хайп Когда я тебе сал на дверь Я сейчас сижу с другом И он не верит, что это хайп Скажи, хайп это был или нет? Пожалуйста Хайп Все, спасибо, я тебя люблю Окей, даже если я не знала Хайп это был или нет Ты меня не предупредил Я б***ься боссаной дверью Какой-то была б***ь Яйца Мыть мне дверь Ты пришла сюда просто похайпить Ты сейчас сидела, орала И пыталась просто хайпнуть Я предупредил, что это хайп Я в курсе была Я не была в курсе Я так думаю, я так надеялась, что ты нассал Подожди Не, нассал я потом уже Как скучно, я живу, братан Алиса была прекрасно в этом в курсе До этого дня она была в курсе И сейчас она приходит сюда Грубо говоря, чтобы поддержать Макса Но она не поддерживает Макса Она начинает просто срать меня И пытаться хайпануть Это очень грустно Потому что хайповать, грубо говоря, на клевых видосах Стараться для аудитории работать Это не для тебя Ты так не делаешь Тебе проще прийти на какое-то шоу И задеть какой-то момент, чтобы хайпануть И это очень не круто Ты хайпишься на том, что ты обижаешь девочек? Каких? Катя Гол Так, Хилми Хилми, девочка Так ты от Хилми убегал Да потому что мне страшно, когда на меня летит мацан с копики со сломанной рукой Мне страшно Слушай, вот интересно Яйца ты же кидал на дверь, правильно? Ты же не только сок, правильно, вылил? Я тебя спрашиваю Что я что? Я тебя спрашиваю Ну и что? А ты тестировал, кто дверь потом? Ты, б***ь, или Алиса? Марсиага Марсиага? Да Понял И что? Не, ничего, просто интересно Зачем ты это, б***ь, сделал? На крутых видео, б***ь, хайпишься на яйцах куриных? Или на чем ты хайпишься? Так это идея Марса же была Она и должна быть отстирывать дверь С чего взяли, что это, б***ь, его идея? Если у Марса, б***ь, 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 нет То ясно дело, она эту идею предложит Я сомневаюсь, что это могла предложить Марсиага Я более чем уверен, что это была идея А я уверена, потому что Марсиага, б***ь, все, что способна, это заливать зеленкой Есть ситуация в СМИ, все в этом, когда она меня, б***ь, залила зеленкой И что? А ну-ка, про зеленку, а ты можешь про зеленку подробнее? Давай Короче, тогда был момент, что мы с Амиром начали общаться И мы просто общались Я как бы знала, что... Да мне ч***о, б***ь, она б***ь общалась Какая тебе, б***ь, а что было? Мы были знакомы еще с Лето, мы начали общаться Вот какая разница, тебе с твой, б***ь Что б***ь? Сама б***ь, 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 б***ь Потеряйся, б***ь Попробуй Попробуй Кто тебя ударил? Тебя ударили? Ну, она пнула Попробуй Да все, все, тихо, тихо Слышь, эй Лень Леня Все, все, все Лень Амир Амир Так, ребят Обсерый, сиди У меня вообще не было, Амир, к тебе никаких претензий Типа я сейчас вижу девушку мерку Ну, она летит, ты сейчас не налетаешь Пусть они между собой решат Так ты долетел на нее Спокойно Пусть они между собой девчонками там разберутся Ребят, прошу прощения Я увидел то, что ты налетел на нее Естественно, я за нее вырубился По-любому, как и ты бы сделал Какой, какой кайф был Вы это увидели тоже? Особенно твоя правда Я к тебе претензий не имею Я претензий не имею, но я просто вижу, что девчонки разбираются Получается, ты сразу налетаешь на нее Подожди, он разнимать полез Он разнимать полез И что, б***ь, а ты кинулся на Алису, он б***ь разнимал И я вас, б***ь, оттаскивал Он ее держал? Он ее держал, он ей удары не нанес С ногой, б***ь, только что, б***ь, летел? Я налетел, чтобы тебя, я даже не хотел Просто хотел тебя положить, ну, чтобы ты на диван лег и все Что произошло? Я видел, как Леня разнимала Я видел, как Леня разнимала, а потом, как ты на него с ногой кинул Нет, она подходит к моей девушке Я не хочу, чтобы они не дрались И поэтому надо в Алису, да, влететь А потом Леню еще, да, с ноги? Леня начинает налетать Пусть, если у девчонок есть друг другу вопросы Они спокойно могут, мне кажется, выступить так же в риме Ну что-то она неспокойная, б***ь Ну уже здесь началось, естественно Ну, естественно, вот, допустим, ты бы тоже увидел Ты бы так же на меня налетел У меня к тебе нету личных вопросов Но если у девчонок конфликт, пусть там Они его либо решают так, либо в автогоне Но один на один между собой Мы тут ни при чем Смотри, я не помню, чтобы у меня с Алисой был какой-то конфликт У меня был конфликт с Марсиагой, это ее подруга Я могу ее понять, почему она сейчас так бурно на все реагирует Но давайте, наверное, вернемся к тому, из-за чего это все произошло Габар, ты спрашивал про Зеленку и что произошло? Было такое Короче, отступим от этого Они общались с Марсой И я точно не знала, что у них там происходит Мы с Амиром тоже общались, мы не встречались Как бы, я, ну, не знаю, тоже без... Если бы знала, что у нее есть какие-то там, ну, отношения с Марсиагой Мне в это Алис, типа, этот треугольник, ну, организовывать Организовывать, да Мы поехали с Амиром на съемку Я тогда не была его девушкой Но мы хорошо общались То есть, да, то, что мы там где-то Алис сосались Но это наше дело Типа, ну, все равно, как бы, за это нельзя осуждать людей Типа, это наше дело Мы поехали с Амиром на фотосессию Получается, Амир фоткается И приходит Марс И у меня с ней не было до этого никаких конфликтов вообще И она просто летает, говорит, привет Я говорю, ну, привет Типа, почему я должна здесь здороваться? Типа, ну, девчонка и девчонка Она ко мне подходит, говорит, открой рот Я, типа, думаю, что... Типа, она берет и говорит, не хочешь так? Будь по-другому Она берет, открывает бутыль зеленки Вливает мне на голову Вот, она мне выливает на голову Почему меня это сильно задело У меня аутоиммунное заболевание Я прошла курс химиотерапии Я очень долго восстанавливала свои волосы Я лечусь по сей день Она мне вылила зеленку на голову Я получила химический ожог Ты знала о том, что они общаются Зачем ты сейчас строишь из себя невинную косточку Смотри, общаться, встречаться Это разно, общаться Все так и есть Смотри, можно слово... Смотрите, общение между людьми Это одно Вот я, например, могу сейчас там общаться Вот с Максом, да, тем же, например Вот просто мы общаемся И между нами никуда нет А ты, грубо говоря, там... Ну, грубо говоря, его девушка Там или у вас какие-то мутки, типа, да, образуются То есть мы просто общаемся Если бы я знала, что у них есть какие-то мутки Я бы в это не лезла Как бы я, честно, не знала, типа, что у них есть какие-то мутки Я знала, что Марсе симпатичен Амир Вот, но что у них там что-то есть Я у него спрашивала, сколько это не было Кроме, там, ну, не знаю Кроме секса Все, типа, ну... Ребят, вы спросите, кто сегодня будет драться А я вам отвечу Амир и Макс Но, тем не менее, сейчас мы обсуждаем конкретный конфликт И отдуваться на арене придется вам Я думаю, самое время пришло к вопросам из зала Поехали Привет, ребят! У меня вопрос к Амиру В прошлый раз ты назвал Катю шлюхой И за что она тебя ударила? Какие у вас сейчас взаимоотношения? Да такие же, я думаю Слушай Мы были после этого еще на одном шоу Я не могу говорить, какое это шоу, пока оно не вышло Взаимоотношения, может быть, у нас поменялись Но пока что я не могу это комментировать Амир, у меня к тебе вопрос Вот Димас Блок, Аня Ищук и, как ты говорил, твоя подруга Соня Слиппи Отдыхают сейчас вместе с хайпхаусом Тебе не обидно остаться в стороне? Ну, у меня есть своя личная жизнь И она мне намного интереснее, чем, допустим, сейчас я с семьей бы поехал куда-то Потому что у меня есть определенные планы на свою жизнь сейчас Я как-то развиваюсь, двигаюсь в нужном направлении У меня просто нет времени сейчас отдыхать Я отдохну так же, летом куда-нибудь поеду Просто я считаю, что у меня есть личная жизнь И я не должен никак привязан быть к этим людям Даже если они какие-то там популярные, грубо говоря, да Самые крутые там в России блогеры Меня это ни к чему не обязывает Ну, как-то так Аплодисменты Всем привет, у меня вопрос к Максиму Макс, скажи, пожалуйста, с кем из блогеров ты сейчас общаешься? А то складывается такое ощущение, что ты вообще не в тусовке Могу сказать, что на данный момент я мало с кем общаюсь Да ни с кем я не общаюсь, из блогеров таких С кем я раньше общался Когда я только приехал в Москву, я влился в тусовку Мы общались с Шипом, с Амиром, с Димой, со всеми Потом, вот я сказал, перестал со всеми общаться Переехал в Казань Просто Максим сейчас больше уходит в музыку Он реально пишет крутые, ну, без, правда, скажем так Он пишет очень крутые треки, он готовится к тому, чтобы их выпускать Он сейчас плотно ушел в такую музыкальную историю Алиса, ты поешь сама? Ну, я буду выпускать трек А вы хотели сделать фит что-то? Похлопайте, кто слышал треки Макса Может быть, я слышал и просто не в курсе Амир, ты газовал на Катю и весь хайп-хаус Кого ты хочешь уничтожить в следующем? Почему на хайп-хаус весь? Не сказать, что весь Я вырождил свое мнение по поводу Кати Голышева и Германа Глаза То есть это не весь Кого я в следующем хочу уничтожить с хайп-хауса? Никого Хорошо, давай закроем вопрос хайп-хауса А просто, кого бы ты хотел бы уничтожить? Просто я сейчас скажу, кому я хочу уничтожить Давай, я готов Нет, 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 нет Просто одну букву имени Одну букву имени? Ну нет, подожди, начальную Начальную? Да М Все, я больше ничего не скажу Ребят, я больше ничего не скажу Можете думать все что угодно Но я понял единственное, что я только говорю, кому я хочу кинуть вызов И все, у меня просто месяц, грубо говоря, времени моего Это просто какой-то хайп- лютый, какие-то вызовы, что-то там Ты не думаешь, что странный выбор из всех людей выбрать именно Милонова? Это кто? я не хочу даже знать ну а с другой стороны хайпится на милохине или на ком я не прав ну ка ну ка давай 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 амир девушку на папа я думал мурада хочет вызвать на бой муратур хорошего ребят давайте в комментариях пофантазируем и напишем кого же амир если вы угадаете скажу кто это и кину вызов супер давайте дальше аплодисменты у меня вопрос к максу смотри амир в два раза меньше тебя тебе вообще нужна такая победа а тем более такой проигрыш да да смысле два раза меньше меня но это же не значит что он там допустим сильнее мне мы сейчас это проверим ну хорошо мы убивать друг друга собрали все что-то хорошо но может быть нокаут как думаешь возможно в рубеж его ужина просто не было нокаут я очень хочу на больших перчатках невозможно сделать нокаут не надо меня провоцировать хороший вопрос хороший ответ поехали дальше аплодисменты но это было сладенько у даши корейки было больше я очень надеюсь что ребята выплеснули всю свою злость не здесь хоть немного что-то осталось и это мы увидим прямо сейчас на арене поехали это пвп арена прямо сейчас готовьтесь к жарким поединкам но вначале я хочу представить нашего комментатора его первый бой длился 15 секунд это просто зверина боев без правил женя ершов аплодисменты жалко что ты проиграл бой но это меня смотивировал дальше выигрывать слушай а как тебе наша арена суши но прикольно да наверное логерам которые не занимаются никак себя не ставят с бойцами наверное это интересно тем более большие перчатки не несут никакого вреда но ты можешь представить что ты будешь на эту арену нет никак нет ты уже другого я потом в мм не пустят аплодисменты но все может быть но между прочим но между прочим слушай но тем не менее я хочу чтобы и ты и все наши зрители знали что нас обслуживает команда профессиональных судей а рефери на арене никита меркулов аплодисменты и так время поприветствовать наших бойцов он не спрашивает какой рост он не спрашивает какой вес у оппонента он просто говорит погнали все просто потому что он не умеет считать амирка них секция у него не получилось стать певцом у него не получилось в доме 2 у него не получилось в тик токе и он решил попробовать себя в боях обладатель чемпионского пояса по упорству макс браун что такое я уже отбил руку на ваш игруша слишком сильно приложился в нее когда вошло не туда так и там смотри но здесь очевидная разница в весе в росте не знаю как она может в развитии а может быть в духе но духа я думаю не занимать обоим вроде как не сын а я знаешь я тоже со стороны выгляжу опасно его на сути максимально у нас ни разу не было нокаута я смогу сейчас может быть может быть сейчас тот самый удар прилетит из цены на центр парня немательно слушаемые команды в затылок не бьем спиной не поворачиваемся понятно руки пожали по углам первый раунд бой aps я за амир сегушой но видно что макс атакует ну нет а мир то смотри тоже проверяет уже раздергивает оу оу о оу 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 о вор Oper Наша площадка идеальна для диванных мастеров. Каждый, кто думает, что он сильнее всех, просто приходит сюда и проверяет это. Уличные махи. Слушай, ну смотри, как они работают. О, поплыл, мне кажется, мах в моменте даже. Ты не видел? О, опять смотри, какие боковые залетают. Я уверен, что первый раунд. Продолжаем поединок! Сечки уже, Амирка замирает чистую первый раунд в данный момент. Посмотри, что происходит. Ай, ты что ж такого? Бой! Ну-ка, собрались! Пошли! Есть секунды конца раунда! Давай, бьемся! Ой, боковой! Добивает, добивает! Мне кажется, там даже колено в моменте в дело пошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это так неожиданно! Это, понимаешь, до меня, я так понял, таких заруб не было. Слушай, у нас были слезы. Были слезы? У нас женские бои есть. Слушай, ты прикинь, если сейчас Аракелян тоже, я же там тоже говорил, как подкручивать. Слезы были, кстати, от Аракелян. А, да? Она первый, она очень тяжело вывезла первый бой. В этот раз она собралась. Она, я говорю, максимально в раздевалке. Она прямо с другим настроением пришла. Максимально. Слушай, но если вот про этот бой, даже на конференции была такая заруба, что охранник раскидывал ребят. Ребята, давайте поддержим наших бойцов. Подавайте. Ребята, не поворачивайся. Ребята, не поворачивайся. Второй раунд стоящий бой! Респект, пацана. Здесь реально может быть нокаут. Да, я думаю, да. Второй раунд начал, смотри, Макс, но Амир пошел, пошел. Ай, все, все. Смотри. Стоп, стоп, стоп. Он очень долго копил эту злость. Первое замечание, понял? Как будто... Готов продолжать нормально? Посмотри. Бой! Вот так вот и происходит в боях. Что может выиграть чувак у Кутрова на голове химия? Слушай, да, я тоже думал, что у меня были трейды недолго время, но сейчас у Макса удары на голове. Посмотри, он его загонял. Просто забил. Да как ты делаешь? Что ты творишь? Два. Мужик. Три. Макс, ну-ка соберись. Макс, соберись, давай, ты же больше. Семь. Восемь. Хоть где-то у тебя должно получиться. Готов продолжать? Давай, брат. Останавливаю. Готов продолжать, боец? Ну-ка соберись, Максон, давай! Душою за Макса, деньгами за Амира. Бой! Давай! Стоп! Отказ? Отказ? Отказ. Отказ Макса? Отказ. Амир. 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 Брат не сомневался. Жень, любовь. Знаете, если мы это. О, что это было? Черт возьми, я не могу понять, это шок. Это шок-контент. Ребята, это было мощно. На 36 секунде второго раунда, ввиду отказа от продолжения поединка, побеждает Амир. Ты че рад, я не могу понять. Он же меня рад. Какого? Что происходило? Ты вообще, у тебя не было ни одного шанса. Думаю, теперь у него нет ко мне вопросов, Вить. Вы только что обнимались? Да. Тебе колбасит, ты красава. Ну-ка, расскажи все, что думаешь. Слушай, я никогда не тренировался. У меня не было подготовки, я не занимался боксом. Но у меня каждую неделю драка на улицу. Я не тусуюсь там в секретах, в бейсменте, потому что я знаю, что мне тусоваться нельзя, потому что только если я выпью, всегда какая-то драка. Поэтому это и есть, наверное, моя подготовка, которая дала мне шанс выиграть сегодня. За огромный дух! За огромный дух! Аплодисменты! Красава! Блин, я даже не знаю, что сказать. Такая разница в росте, в весе. И я думаю, для всех наших зрителей это был шок. Скажи, что произошло? Он сбил дыхалку, вообще все, что происходило, все свои эмоции. Плис, расскажи. Да, у меня сбилась дыхалка. Потом у меня выпадал все время капу, неудобно было. Останавливать дыхание там через рот, через нос. Но мне когда-то говорили, главное не участие, а победа. Но сегодня что-то пошло не так. Но мира поздравляю. Аплодисменты! Жень, ты у нас впервые. И уже прошу внимания обратить лед на руке у Жени. Он проверил наш силомер, и силомер оказался сильнее. Да. Как тебе вообще эмоции? Слушай, я ожидал, что это будет скучно. Ну типа, правда. Ну а здесь пацаны просто зарубились. Знаешь, наверное, потому что, как ты и сказал, там реальный, типа, конфликт, который длится долго. Эти эмоции все копятся, типа, ты злишься, злишься, злишься. И он прям вылил максимально все злость, посмотрел, счастливый человек теперь. Да, он вас готов. В данный момент он готов с ним, не знаю, кровать разделить. Понимаешь, такое отношение? Это такие эмоции. Вот. И я знаю эти эмоции, это очень крутое состояние. Правда. Это эмоции от победы. Аплодисменты! Обладательница звания «Самый быстрый нокаут на арене». Но не спешите аплодировать. Это не ее заслуга. Карина Ракелян! Она согласилась на бой сразу. Ведь эти большие розовые перчатки так подходят под ее прическу. Даша Корейка! Если кто про нее сносит, я буду отрицать деток. Это нефти, сулис, гетто, мау, келло, хочешь сексу, бэйб, обрабоченный номер. Знакомые цифры, звонок, дымишь голос, разговор быстрый. Ты еще меня помнишь? Встречный вопрос, киска. Скажи, я делал это медленно или быстро. Скажешь, ты помнишь, я как рабочий, как я беру... Это то самое. Я дожил до этого момента. Я был в восторге, когда увидел, что это состоится вообще Корейка. Слушай, ну у нее есть преимущество, сила. Слушай, а меня спросили, за кого я болею в этой паре. И ты понимаешь, я не знаю, я просто хочу смотреть на это. Есть два варианта. Есть за кого душой, а есть за кого деньгами. Слушай, я даже не знаю. Бойцы, на центр. Девушки, в затылок не бьем, спиной не поворачиваемся. Мои команды соблюдаем и слушаем. Руки пожали по углам. Первый рейл. Бой! Вот это пачка. Сумер, налетела просто. Ничего себе. С места, с места. Ни одного удара. Один разочищаемся. Ни одного удара. О, бобок, бобок. Бобок, бобок. Пока выдохнется, она поднимает удары в перчатку. Она не ждет, пока выдохнется. Вот это да! Преческа не дает ей смотреть. Брайк! Мне кажется, Карина пойдет по бою. Биной не поворачивает. Боя, если после первого поражения. Да, да. Биной не поворачивает. Если она жестко реабилитируется, это дальше. Смотри. Брайк! Брайк! Это рестлинг. Бой! О, какой град ударов наносится просто. И апперкоты тебе здесь, и все. Она ее просто метит. Брайк! Не запрещено толкаться. Я не знаю, тебе лучше знать. Слушай, не запрещено. Ничего такого запрещения нет. Я толкаю. Она ее просто уничтожает. Да, да. Бой! Смотри, не оставляет шансов. Заряжается на один удар корейка, но вблизи она сделать что ничего не может. 5 секунд, а когда раунд дальше. Я думаю, что Карина может очень быстро... Карина получает такие удары в лицо. И если сейчас Даша дотянусь в первый раунд, она... А раунд почти закончился. Бой! Опа! А вот сейчас будет... Карина была в нокдаун. Ты заметил? Смотри, Карина выдохлась, а корейка нормально себя чувствует. Я смотрю. Это тактика, ты думаешь? Она практически... Знаешь, что я замечаю? Перчатки большие. Большинство ударов она принимает перчатки. Кинуй, пожалуйста. Она мало пропустила в лицо именно акцентированных ударов. Были косвенные, но посмотри, она даже не устала. Ты думаешь, сейчас будет... Да, а Карина в ужасе уже. Она в ужасе именно от усталости. И мне кажется, сейчас можно немного камбэк. Ты думаешь, она это уже поняла? Если корейка начнет бить, а не заряжаться на один удар, мне кажется, будет камбэк. Это интрига, которая мне нужна. Да, да, да. Это то, что нам необходимо на самом деле. Ребята, прямо сейчас я предлагаю поскандировать имена тех, за кого мы болеем. Готовы? Готовы? Второй рейл. Бой! Пошла, Лапилова. Карина отдохнула. Карина отдохнула. Пошли засовываться от крыш. Даша принимает, что все удары. Стоп, стоп. У Даша, конечно, не подала. Не поворачивайся, окей? Не крутись. Бой! Пока что... Вот тебе акцентированный удар. Он уже в челюсть. Ай, неплохой ответ. А вот эти толчки, я такого даже не видел. Если она будет генеть ее с ринга, это будет просто, это будет легендарно. Это уже круто. Это уже легенда. Мне кажется, этого выпуска еще не было, правильно? Нет, нет, нет. Это просто добавь. Я каждый раз удивляюсь тому, что здесь происходит. Я даже начинаю болеть, понял? Давай! Просто растукивает уже свет. Детские бои, это круто. Это интересно. Женщина создана с нами. Раз. По крипту, я не знаю. Три, четыре, пять, пять, шесть, семь, восемь, девять, готовы продолжать? На центр? Нет. Продолжение боя. Всей корейкой выдох. Боецкая, бой. Мы неправильные ставки ставили. Конец второго раунда, 10 секунд. Слушай, я... Не стой, атакуй! Че ты стоишь? Бой закончился? Стоп. Стоп, 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 стоп. Борис, б Fellowship, боецаряшина. Бой закончился, боецаряшина. Второй бой. Такая интересность. Вот это поддержка. Вот это поддержка. Вот это бой. И я тоже это видел. И вы это видели. Это просто было потрясно. Ребята, ровно за одну секунду до конца второго раунда. Победа Карина Аркелян. Я знала, что так будет. Знаешь, звук в тиктоке. Я знала, что так будет. Я до последнего думала, что у меня получится. И так и вышло. Но тогда я не верила в свои силы. Когда я билась с Катей, я не верила в свои силы. Но тут я понимаю, что Даша, хоть и не моей весовой категории, понимаешь, но все равно это какое-то начало, это какой-то знак. Здесь есть один ***, который опять кричал. То, что ему не нужно кричать, но он сегодня *** получит. Я про тебя говорю. Ты. Тебе ***. ***. Завали свою. Пол. Так, так, так. Волик, ну сделай что-нибудь. Я хочу поздравить Карину с боем. Я просто здесь хожу и не знаю, что делать. У него одна рука. Я хочу. Я хочу. Одна рука, брат. Что вы устроили? Почему ты все еще на римке? Только что, только что, только что победила Карина. И это огромный респект за то, что ты перешагнула. И я, прости, я дам тебе сейчас слово, но я хочу услышать, я хочу услышать слова Даши. Потому что ей было непросто. И, Даш. Даша пока не может говорить. Я хочу поздравить Карину. Карина молодец. Но у них не было конфликта. У них был просто бой обычный дружеский. И, которая здесь орала, сегодня получит вдвойне. На перчатках даже. И даже с одной рукой. Все, мне больше сказать нечего, поэтому. И мне сказать абсолютно нечего. Ребята, это беспредел. За рингом, на ринге. Это эмоциональный шок. Это ПВП-арена. Лайк, подписка, колокольчик. ПОДПИШИСЬ!